Привет, мои красотки! Сегодня супер-быстрый, супер-легкий, супер-свежий макияж с эффектом лифтинга. Легкость во всем, легкость во всем. Это правда. Ну что, прежде чем мы приступим к омолаживающему макияжу, сияющему такому прекрасному и молодому, мы немножечко освежим это и без того юное лицо. Что мы делаем обычно? Маски, патчи прикрепляем. Ну, сейчас я вам покажу способ поэффективнее. Боже мой, что это? Что это за волшебная розовая штучка? Слышите? Прям душа греет, когда еще знаешь, что там что-то в коже улучшается, когда водишь это по лицу. Так, ну поехали. Ой, еще и синим цветом он тут. Красный это RF лифтинг, а синий это MS режим. MS, EMS режим. Прям все ясно и понятно стало. И тем, как пользоваться этим чудо-прибором, который омолаживает лицо и шею, мы должны что-то нанести такое хорошее, прекрасное для лица. Это может быть ваша какая-то сыворотка, это может быть крем омолаживающий, а может быть вот такая вот штука. У меня анти-эйдж эмульсия для усиления аппаратной косметологии. Вместе с этой штучкой, кстати. Наносим. Давайте побольше. Мы же любим омолодиться по полной. И нанесем на все лицо. Запомните, это нужно сделать перед макияжем. Если перед макияжем мы круто подготовим кожу, то и макияж будет классный. Все очень просто. Все движения ваши должны быть наверх. Ой, как здорово. Эти наверх, эти по бокам. Классные ощущения. Такими движениями мы просто медленно вводим. Вводим и настраиваем себя на юность. Так, вот с этим чудесным красным цветом у нас происходит здоровый рост здорового коллагена. Улучшается плотность кожи. Чудеса какие. А вот синим цветом нам здесь очень важно, да, перед макияжем, перед нашим макияжем молодости, что у нас улучшается проницаемость клеток. Это значит, что средства, которые мы с вами нанесли, то очень-очень хорошо проникают в кожу. Ну класс. Давайте-ка по шее, шее это вообще. В общем, все-все наверх. Все-все наверх. Глаза вот так, по бокам. Точно так же, как и лоб, у нас все-все идет наверх, а потом у нас идет в бок. Молодость нас не оставит. Ну все, после того, как мы омолодились и освежили нашу кожу с помощью этого чудесного аппарата, мы приступаем к макияжу. Мы нанесем с вами тональное средство. Я возьму вот такое вот. Эстелаудер, один из моих любимчиков. Вы знаете, что у меня любимчик WF. Но он такой плотненький, я бы так сказала. А вот этот вот футурист гидра резкула-бла-бла. В общем, гидра это увлажняющая, и нужно запомнить слово футурист. Эстелаудер и вот такая вот упаковочка. Это шикарный тональный крем, тонкое покрытие, хорошо прикрывает какие-то маленькие недочосики. При этом держится очень-очень хорошо. Подходит для... Мне кажется, он вообще для любой кожи подходит, но если только совсем не какая-нибудь там супер жирная, да? То есть для нормальной, сухой и склонной к жирности. Декомбинированной. Набираем крем на наши пальчики. Хорошенечко так растираем. Подогреваем его. И наносим такими похлопывающими движениями на нашу уже подготовленную кожу. Молодую, юную кожу. И вот мы такими вот движениями... Вдвижениями! Что с голосом? Слегка похлопывающими. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Хорошо наносим тональное средство тонким слоем. Вот глазки. На глазки. Все к лицу. Вот так вот можно. Кстати, после этого средства прям вот сразу. Супер! И крем очень классно ложится. Тональный. Отлично. Помните наши такие, да? Моменты в лице, это под носом. Уголки обязательно. Здесь. И стараемся тон растянуть к ушкам, под лицом, к вискам и наверх. При желании, конечно, это еще и шея. Все, никакой плотности. При этом какие-то недочетики у нас перекрыты. Колдуем дальше. Я возьму вот такую вот кисточку. Да что ж так отсвечивает? Вот такую вот кисточку. Видите, она немножко сплющенная, но не сильно. И возьму вот такую вот палеточку от Catrice. Вот такую. Оттенок я возьму Cosmo. Он вот такой вот. Не знаю, нежно-коричневый такой. Но без терракотового участия. Вот. Набираю на кисть оттенок. И колдуем с бровями. Просто слегка мы наносим на брови. Уделяем больше внимания именно серединке бровей. Все, немножко поможем так пальчиком. Именно серединке. Потому что здесь должно быть самое светлое место. А это место мы вообще особо трогать не будем. Потому что чем сильнее мы затемняем это место, тем мы больше делаем акцент вот сюда вот вниз. А у нас же молодость сегодня. Ну, вообще всегда. Так. И вторая также. Все. Уделяем внимание только середине бровей. Пальчиком я здесь помогаю. То есть мы делаем, знаете, такую пудровую бровь. Пудровая бровь поможем пальчиком, если мы куда-то там вылезли слегка. Так. Вот я вижу, что я слегка тут куда-то посильнее вылезла. Пальчиком я их вот так сделаю. А теперь у меня вот остатки на кисточке я слегка вот сюда. Просто их как расчесываю. И так же слегка наш кончик. Все. Больше нам делать ничего не надо. А теперь делаем моим способом. Берем безымянный палец. Берем точно такой же оттенок, который мы брали на брови. Набираем на пальчик. И затемняем наш уголочек. Только его. Слегка. Слегка. Тогда я такая в зеркало посмотрю, что это украшу практически вслепую. Так. Сюда, сюда. И более чистеньким пальцем я вот так вот подрастушу, так сказать, этот момент. Теперь у нас волшебство туши для ресниц. Я возьму гурмандис. Так. И прокрашиваем только верхние ресницы. Хорошо так. Вот так, смотрите, надавливаю немножко, кручу, кручу, кручу зигзагом и наверх. Надавливаю слегка, кручу, кручу, кручу и наверх. Класс. Вот это способ. Опять. Приложила, надавила, кручу, 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 наверх. Приложила, надавила, кручу, кручу, наверх. Все. А потом немножечко подсохнет. И второй слой. Так. Все. Готовчинка. А сейчас я вас познакомлю с одной из моих любимых помад. И с эффектом этой помады. Это Шанелька. Вот она. Оттенок просто потрясный. Его можно сделать как таким нежным-нежным, практически, знаете, как тинт. А можно его достаточно ярко нанести, да? То есть, ну, наслоением таким сделать. Помада стойкая. Губы не пересушивают. Просто восторг. Нанесем ее на губы. Мы не будем делать яркие губы. Буквально вниз. Соприкоснулись губами. Палец. Растушевываем. Растушевываем. Бла-бла-бла. Растушевываем, создавая легкий, красивый, завораживающий, притягательный тинт. Чтобы все-таки, ой, что это за ягодка? Что это за девчонка с губками-ягодками? Это не последнее, что мы сделаем с этой помадой. Берем эту помаду. Можно сделать вот, как я сейчас сделаю, а можно набрать на кисть. Я делаю вот так. Только быстро растушевываем, потому что она стойкая. И кисточкой мы растушевываем. Как видите, не горизонтально, не на щечке, а выше. Чтобы вот как раз создать этот такой свежий лифтинг-эффект, подтянуть лицо наверх. Губки, ягодки и щечки тоже. Вот она, девчачья красота. М-м-м, боже мой. Главное так, знаете, не выглядеть, что как будто ты куда-то бежала, резко становилась и что-то начинаешь говорить. Нужно выглядеть так, как будто бы ты просто отдохнула. Такая свеженькая, как будто солнышко коснулось твоего лица. Вот, собственно, видите, вот так. Да, на височке обязательно. И остатками можно вот сюда на носик. Солнышко коснулось. Как я свежая, хорошая, прекрасная. Не могу прям. Все быстро, просто, здорово, красиво. Любому мужчине понравится. Потому что они любят, как будто, знаете, как будто ничего на лице нет. На самом деле есть, но чуть-чуть. Все, мои дорогие красотки, я вас целую. Помните, молодость и юность не только на лице, но в душе и в ваших глазах. Солнышко коснулось. Солнышко коснулось. Продолжение следует...